здравствуйте клубок уважаемые любители летных виноспорта хочу вам снять красивейший ролик из заповедника экранс как вы видите мы идем вдоль склонов почему не над склонами потому что мне нужно держать высоту выше тысячи метров над рельефом потому что мы находимся в зоне заповедника почему так нужно здесь делать потому что всякие животные живут на скалах планилисты их пугают они могут упасть потом водятся специальные виды сусликов которых ловят орлы они на них пикируют толкают их пропасть и суслик соответственно разбивается орел его съедает но мы в общем-то сусликов сохраняем таким образом все считают что нет орлы голодают из-за того что летают планера прячется суслики нужно обязательно все запретить в любом случае мы уважаем эти требования нам здесь в этих заповедниках нарезали очень интересные места для полетов вот например здесь вы можете наблюдать вот эту всю конструкцию паркур-рояль по которому мы вполне официально летаем держась там 300 метров плюс-минус от вершины потому что считается что на вершине этих склонов не живут вне бегают козлы и соответственно пасть им невозможно ну чем все хорошо поэтому какой-то компромисс здесь находится не просто взять взять все запретить а находится и я сейчас за счет набора четырех километров я действительно очень высоко поднялся могу вам показать во первых это вечер очень интересное освещение сюда вечером достаточно редко летаю мы так будет подсвечен ледник мы до него долетим и я вам такую коротенькую видео экскурзию сделаю я вот безумно люблю это место потому что я уже ростовом говорил наверное я хожу сюда мы сюда гулять ходили вот пытались жить вот в этом вот приюте подняли сюда с максом с маленьким-маленьким смотрите какой подрастающий альпинист идет макса ку-ку ты откуда идешь всем отказался ботиночки одевать категорически стало что нет я пойду обязательно босиком и дошел весь от лагеря до водопада как будет купаться макса я нес его на руках но приют нас не пустили потому что денег не было пришлось спускаться и ночевать внизу вот там красивейшие озера не можно купаться место я безумно это люблю нас сейчас так как придерживает поэтому я аккуратненько фонарь грязный потертый уже поэтому безумно жалко что вот этот вид я вам не могу показать во всей его красоте вот вы его через всякие блики смотрите но поверьте это ну вы вышибает мозг вот этот вид я вам категорически желаю сюда когда-нибудь попасть обязательно погулять что здесь можно сделать снизу все но я приведет вам показал вот он сейчас видим хорошо в ущелье в темноте там место гостиница большая она построена еще перед второй мировой войной по моему в тридцать девятом году там можно остановиться вот здесь без 9 ручьи текут водопады крыло щас показывает на сам литник и из-под литника тоже очень активно вода течет здесь на рассвете конечно вид потрясающий когда это освещено с востока солнцем посмотрите заповедник экранс что происходит это вам не планер это настоящий отолет везет продукты в отель и после этого нам запрещают ковыряться в носу то бишь то бишь летать над этим заповедником на планерах вот она двойственность стандартов ну ладно чтобы делаешь такова жизнь вот здесь мы любим летать ну понятно что мы тут не летаем ночь любим принципе здесь допустимо 1000 метров над рельефом поэтому например здесь сейчас высота 2 400 вот то место где ледник высота где-то 3 100 вот так вот где-то и там можно летать сбоку от ледника завтра представляете просто завтра будет нас палатки вылип пищали как бешеные а основная легенда что сурки пугается планера пролетающего думаю что это орел и голодают какие-то местные очень очень умные орлы которые сбрасывают этих сурков в пропасть вставляете ну сурок катится в пропасть пропасти здесь много вот смотрите сурок сидит там вот любит они на этих камушках сидят делать и туда мимо водопадов так чпунь 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 о вертолёт стартует снова ну-ка где он там пошел пошел помчался полетел за новым рейсом продуктов видимо там на грузовичке подводят продукты котельчику потом пролетает вертолет и все наверх забрасывает красота да вот а любимое место для пролета ну водопады вот вам уж до кучи такие красивые в таком красивом месте мы стали и вот ледник который который я сейчас тоже увеличу с него шикарные водопады вот так максу поводно ладно заканчиваю передачу показать юного альпиниста еще осталось которому холодно юный альпинист тебе холодно но сейчас солнышко выйдет и будем завтрак готовить да как тебе спалось макс закругляемся ривуар о и Субтитры сделал DimaTorzok Мне иногда говорят, что очень страшно, когда камера пытается упасть вниз. Я согласен с этим. Так, между тем я сохраняю 1,000 миссис above the ground, чтобы все понимали, что мы высококультурно тут летаем. И попробую сейчас еще раз вам вид на вот эту избушку снять. Вот сюда пешком подняться можно. Очень красивое место для ночлега. Такое озерцо рядом есть. Стоит, по-моему, то ли 30 евро, то ли 40 евро с человека за ночь. И беру только наличные. Понятно, что я ненавижу вообще карточки. Я обычно хожу с наличными. Но была полная глупость потратить наличные. Мы купили какой-то аксессуар. И все. И раз и остались здесь без денег. Соответственно, без ночевки. И уже ночью, там, не ночью, а на закате успели добежать вниз. И я совершенно чудом, сейчас я покажу, где, нашел ровный участок. Вот видите, тропинка внизу идет. Вот она идет, 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 идет. Вот это виляет, виляет. Вот сейчас крыло покажут. Вот. Вот там вот. Там я поставил палатку. Ночень была. Ой, перегрузочка пошла. Мы всю ночь в этой палатке сползали вниз. Уклон все равно оставался. Мы все время ехали куда-то. Макс тоже постоянно карабкался наверх. Ему тогда было три годика. Но всем очень понравился поход. И мы мечтаем, что папа недельку возьмет отпуска. Ну, то есть, вот так каждый день летаешь. И мы отправимся в эту экспедицию. А мы же пока возвращаться допланируем домой. Потому что сколько же можно. Нам до аэродрома высоты, в принципе, сейчас хватает. Я вам сейчас покажу навигацию. Смотрите. 61 километр до аэродрома. Финальная высота 311 метров. То есть, я сейчас не набираю высоту, идя далеко от склонов. Спокойненько делаю красивый вечерний долет до дома. И радуюсь жизни. Ну, что скажешь, ты доволен? Помощай ручкой за поглажаемым любителем лета гнитоспорта. Да, друзья, у нас остаются какие-то потоки. Ну, в общем, все хорошо. Я, к сожалению, не могу заглянуть вот за эту стенку, потому что тогда получится некоторое нарушение. И там красивейшее озеро. Вы откройте это место в гугломапсах и посмотрите на это озеро. Оно того стоит. Ну, может, когда-нибудь в следующий раз наберу высоты, побольше обязательно вам это озеро сниму. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова